Сергей Грабский, военный эксперт, с нами на связи. Сергей Маратович, приветствуем вас. Мы приветствуем, студия, добрый вечер. Также озвучу нашим зрителям, завтра в Харькове объявлено днём траура, 24 мая, в связи с обстрелами сегодняшими со стороны армии оккупантов. Сергей Маратович, мы практически, ну не хотел сказать практически, мы каждый день говорим о Харькове. Да, каждый день. Мы каждый день сейчас говорим о Харьковской области, мы говорим о тех направлениях, где сегодня продолжаются очень жестокие бои. Но вот, вы знаете, наверное, не было за последние месяцы дня, когда они обстреливали Харьков. Но бывают всё-таки дни, которые запомнятся на самом деле очень надолго. Сегодняшний день он тоже такой для прекрасного города Харьков, который российские оккупанты продолжают уничтожать. Путин давяще сказал, что нет цели захватить Харьков, нет цели уничтожить Харьков. Ну вот, создаём, хотим создать, думаем, если будут продолжать обстреливать Белгородскую область, когда он говорил о НИИ, имел в виду Вооружённую силу Украины, то как раз и Харьков, и область будут превращены в санитарную зону. Но это одна история, а всё же те обстрелы, которые ныне совершаются по отношению к украинскому городу Харьков. Часто задаём этот вопрос, но хочется его повторять, потому что всё равно хотелось бы видеть и мнение слышать наших уважаемых экспертов. Для чего уничтожать Харьков российскому оккупанту? Первое. Давайте не забывать, что Харьков – это символ современной Украины. Это первая столица. Второе. Харьков – важный индустриальный центр. Харьков и место, где производится достаточно большое количество украинского вооружения. Харьков – очень важный научный центр, наш интеллектуальный центр. Если вы возьмёте список наиболее известных, наиболее передовых, высших учебных заведений, вы найдёте, как минимум, если я не ошибаюсь, четыре харьковских вуза. Харьков – это очень важный культурный центр. Харьков – это город-миллионник. Поэтому Харьков абсолютно сознательно превращается в Алеппо. И я в своё время уже как бы установил для себя такое высказывание, как аллепизация города. Харьков демонстративно и показательно превращается в Алеппо противником, который имеет целью нанести именно показательный террористический удар по городу, борясь именно с смешанными жителями. Как вы видите, даже на этих снимках здесь нет ни одного военного объекта и потенциально быть не может. Но здесь живут мирные жители. И почему я сравниваю это с Алеппо? Потому что там точно такая же ситуация была. Не имея возможности захватить города, российские каратели последовательно и постоянно, ежедневно уничтожали его. Причём там ситуация выглядела таким образом, что противник показательно уничтожал один квартал в назидание другим кварталом, а затем переходил к следующему. Притом стирал этот квартал с лица земли. Здесь мы пока не видим такого последствия, потому что всё-таки мы оказываем ожесточённое сопротивление, и противник несёт потери. Он боится, банально боится подлетать к городу, но он пытается дотянуться всеми имеющимися у него силами и средствами до города, чтобы, ну, как они говорят, превратить его в санитарную зону. Но если перевести этому доступнее общечеловеческому и цивилизованному пониманию язык, уничтожить город, превратить этот город в место, недоступное до жизни людей. Именно поэтому противник последовательно и методично наносит удары. И нужно понимать, что всё, что мы можем сделать, это наносить ответные удары, то есть наносить удары по территории противника, минимизируя возможности нанесения террористических ударов по городу. Я имею надежду, что мы будем усиливать давление на противника, нанося такие удары. Сегодня мы будем также говорить о теме, собственно, использования западного оружия по территории Российской Федерации. Это субъективное мнение, но это необходимо Украине. Скажу так, если бы Украина имела такой зелёный свет от союзников до того, как российские террористы начали свою операцию по входу на территорию Харьковской области, возможно, этой операции не было бы. Какое оружие нужно, Сергей, как вы видите, чтобы нивелировать возможность России в целом проводить такие операции? Друзья мои, давайте определимся так, что я хотел бы, если можно, буквально одну минуту прояснить ситуацию. Мы используем американское оружие для нанесения ударов по территории противника. Но нужно понимать, есть жёсткое ограничение на использование оружия уже с дальностью действия более 300 километров по международно признанной территории Российской Федерации. И это связано с международными договорами и обязательствами по нераспространению ядерного оружия. Потому что любое оружие с дальностью действия более 300 километров, которое действует в алгоритме земля-земля или поверхность-поверхность, как нравится, рассматривается как потенциальный носитель ядерного оружия. И применение его третьей страной может рассматриваться как нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. Именно поэтому речь идёт именно о таком оружии. Но значит ли это, что мы не наносим удары по другим объектам и другим оружиям? Простите, как можно оценить возможность или невозможность использования джевелина или снаряда калибра 155 миллиметров по территории противника? Мы массово используем такие снаряды, такой вид оружия, тактического радиуса действия. Что касается того, как бороться с этой угрозой, ну, обороной ещё никто не выигрывал войну. И мы понимаем, что наша немедленная задача – это как бы максимально усилить противовоздушную оборону Харькова для того, чтобы иметь возможность сбивать по максимуму. К сожалению, всё мы сбить не сможем. Не существует в мире такой системы противовоздушной обороны, которая гарантированно уничтожает 100% воздушных целей. Но максимально достичь этого мы можем, и снизить нагрузку на город мы тоже можем. Следующая наша цель – это, конечно же, нанесение ударов по территории противника, то есть работа на упреждение. И здесь мы тоже можем как бы обойти ограничение этого закона, и вы понимаете, речь идёт об авиации. Воздушный бой – тоже один из вариантов противостояния, и речь идёт об использовании авиации западных моделей для борьбы с российскими оккупантами. Ну и, безусловно, мы имеем своё собственное оружие, а именно дроны, которые сейчас довольно массово используются на отдельных направлениях. И здесь уже от нас зависит, насколько эффективно мы сможем нарастить количественное и качественное производство этих дронов для того, чтобы наносить удары по территории Российской Федерации. И целями для этих дронов, для нашей авиации, в ближнем приближении, в первой итерации, если можно так сказать, будут аэродромы противника, пусковые районы, ракет, откуда осуществляются пуски баллистических ракет противника, и объекты критической инфраструктуры. Энергетические объекты, логистические узлы, железнодорожные станции и прочие объекты, представляющие интерес для силы обороны Украины, которые будут уничтожаться с целью ликвидации угрозы Харькову и другим населённым бортам. И потом уже, в зависимости от того, какое количество ракет мы получим, потому что, сами понимаете, 20 этакамцев, которые мы в тестовом режиме использовали, они не могли повлиять на ситуацию на линии фронта и за линии фронта. Но если речь будет идёт о постоянных непрерывных поставках сотен таких ракет в месяц, то, безусловно, ситуация на этом направлении, как и на других направлениях, изменится и изменится серьёзно. Давайте тогда ещё, Сергей Миратович, есть время, поговорим об тех населённых пунктах, о которых сегодня говорят, которые на слуху, часа в Ярда, там, где продолжаются и бои. Разная информация со стороны российских пропагандистов. Они давно уже всё взяли, правда, не будет здесь без сарказма абсолютно. Но вот насколько мы можем сегодня характеризовать всё-таки картину происходящего, насколько оккупационные войска продвинулись к Часовому Яру, потому что попытки эти и есть, и продолжаются. Украинские военные утверждают, что в сам город они не вошли. Хотя я, как уже сказала, что несколько раз уже россияне сообщали, что они находятся в Часовом Яру и окружили его. Но на самом деле украинские сегодня защитники, силы обороны Украины всё делают для того, чтобы не впустить войска Российской Федерации в населённый пункт. Колоссальные потери несёт армия оккупанта. Но, несмотря на это, продолжают свои попытки, постоянно меняют и тактику наступления. Поэтому хочу вас спросить. Вот битва за город, она сегодня, на самом деле, в самом разгаре. Как, по вашему мнению, сегодня выглядит картина, и как она может измениться в ближайшие дни как раз в Часовом Яру? Ну, если, вы знаете, Часов Яр — это частность. Если рассматривать картину в общем, то мы видим, что Часов Яр является одной из направлений и предложения основных усилий российских оккупационных войск в Донецкой области. Мы прекрасно понимаем, что Часов Яр — это промежуточная цель России в данный момент, потому что противник будет дальше стараться прорваться ближе к Константиновке. И цель — это абсолютно очевидно, создать те условия, при которых Украина вынуждена будет отводить свои войска из Торецка. Нужно понимать, что Часов Яр — это один из элементов или одно из направлений нанесения главного удара противникам, который также активно действует на других участках, а именно на участке западнее Авдеевки. Прошу прощения. Именно поэтому там, на направлении Часов Яр и на направлении от Очереденного на север, противник накапливает максимум ресурсов для того, чтобы осуществлять свои наступательные действия. Вы знаете, да, вы правы, мы много и часто говорили о Харькове, но я всегда подчеркиваю, что действия в Харьковской области вносит исключительно отвлекающий характер, и основные боевые столкновения продолжались, продолжаются и будут продолжаться именно на направлении Часов Яр, именно на направлении Очередина-Покровска, Очередина-Константиновка. Потому что это является ближайшей целью противника, поэтому в ближайшее время, в ближайшие недели мы будем видеть отчаянные попытки противника задействовать все имеющиеся ресурсы для того, чтобы продвинуться в этих направлениях. Все прекрасно понимают, что враг понимает, что такое окно возможностей, которое постепенно закрывается, поэтому его отчаянные попытки в ближайшее время будут продолжаться, потому что потом он просто не сможет продвигаться вперед. Мы уже сегодня получаем оружие, которое позволяет нам решать достаточно серьезный спектр вопросов, как мы видим, отвлекающие действия на Харьковском направлении остановлены, противник заблокирован на этом участке, и все зависит от того, как быстро мы сможем нарастить наш боевой потенциал именно на направлении главного удара противника, как стойко мы сможем организовать оборону и держать эту оборону там. Поэтому Часов Яр и наравне с Авдеевским или Покровским теперь уже направлением рассматривается как направление главных ударов противника, где мы наблюдали, наблюдали и наблюдаем и будем наблюдать в ближайшее время наиболее высокий уровень боевых остановлений. Сергей, спасибо вам за анализ. Всегда рады вашему присутствию в эфире телеканала «Фридом». Напомню, что Сергей Грабский, военный эксперт, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube канал «Фридом», чтобы не пропускать главного.